народ всем привет сегодня немного сменим тему наших разговоров и сегодня поговорим с вами про жидкую резину про основные и особенности как красить сколько нужно чем красить как разбавлять и так далее и тому подобное как бы соберем все главные правила в одном видео так это мое хобби поэтому в этом я профессионал и я вам сейчас все подробненько расскажу я уже как-то записывал один раз а может быть и два неважно видео на подобные темы но то ли картинка не очень то ли в общем что-то она как-то не набирает просмотров в общем решил я записать еще одно такое же видео хватия как можете видеть в фирменной футболочки демпинокса это еще один подтверждение тому что я являюсь официальным дилером демпинокс в украине ну что всем приятного просмотра подписываемся на канал ставим лайк косики ставим колокольчики и всем приятного просмотра поехали итак начнем по порядку что же такое жидкая резина жидкая резина это съемное защитное покрытие для вашего лакокрасочного покрытия то есть для автомобиля но большинство людей используют эту краску как бы не по назначению а грубо говоря красят жидкой резиной как основным цветом себе автомобиль в основном это какие-нибудь старые машины типа жигули ланосов шкоды старые общем все старые машины они красят большинство клиентов красят на перепродажу покрасил дешево сердито и продал но изначально как бы жидкая резина она подразумевалась для защиты лакокрасочного покрытия для идеального лакокрасочного покрытия там где не нужна не шпаклевка не грунтовка ничего также я красил жидкой резиной себе автомобиль у меня до этого была шевроле и ванда и это была моя первая машина которую я собственно покрасил на которой я учился на которой я понял что это такое как она себя ведет сколько нужно нанести какой получается слой когда ты красишь потому что слой это очень очень важно в данной сфере и как бы вот потихонечку помаленечку начал в этом разбираться начал что-то свое дополнять начал как бы другим советовать потому что некоторые секреты я разгадал о которых до этого я не знал и мне никто не говорил ни один представитель ну потихонечку общем я разобрался и теперь я готов с вами поделиться основными правилами при покраске автомобиля жидкой резиной так как у нас сейчас зима с весны уже как бы начинается сезон покраски автомобилей и первое правило это температурные характеристики при какой температуре можно красить автомобиль жидкой резиной внимание температура на окружающая температура до на улице должна быть не менее чем 13-15 градусов в плюсе если температура меньше краситься просто не рекомендуется во первых она у вас будет очень долго сохнуть во вторых у вас почти с очень большой вероятностью пойдет потек а если пойдет потек это нужно там тоже его очень быстро убирать про это у меня есть видео как убирать подтеки можете посмотреть пролистать там все вы найдете пойдет потек и придется перекрашивать большую часть детали вот этой вот на которой пошел потек и вы просто замучаетесь ждать перерывах между слоями потому что она будет очень очень долго сохнуть по эта температура должна быть не менее чем 15 градусов лучше вот в идеальном идеальные условия да эта температура 28-30 градусов чтобы прям вот хорошенечко так что пожара было что ваш пекло тогда можно красить автомобиль вообще без остановок без остановок я имею ввиду то есть без перерывов между слоями вы просто как бы делаете там две минуты да там две-три минуты перерыв когда наливаете доливаете краску в краскопульт все больше вы перерывов не делаете во первых так намного быстрее проходит процесс покраски во вторых вы очень много экономите на этом времени и в третьих это практично потому что чем теплее тем как бы быстрее высыхают вот эти вот все слои да там если допустим выпуск плюс 15 красить и у вас вроде как бы как бы слой то и высох но когда вы начинаете следующий слой сверху наносить то все равно есть вероятность того что предыдущий слой не полностью просох и может потом как бы когда испаряется растворитель с предыдущего слоя может пойти трещина по вашей краске поэтому я опять же говорю что я не рекомендую красить при температуре 15 градусов лучше потерпите потерпите до лета либо же если у вас где то есть у знакомых у товарищей у друзей теплый бокс там где можно хорошенечко так натопить а если что есть вентиляция которая по кругу гоняет воздух теплый боксе это блин вообще это просто райские условия для покраски автомобиля жидкой резиной тогда у вас сто процентов все слоя просохнут она хорошенечко пройдет адгезия и все у вас тогда с не будет в порядке и к тому же вам будет намного проще расклеиваться когда у вас полностью просохшая машина но вы же помните до предыдущие мое видео те кто не смотрел как мы расклеиваемся мы когда нанесли последний слой на автомобиль мы делаем подачу краски краска пульта на минимум ставим не вертикальную подачу а точку и аккуратненько по окантовке скотча малярного проходимся этой точечкой чтобы размочить стык между кузовом и малярным скотчем после того как вы полностью проходитесь по окантовке вы начинаете медленно сдирать скотч тогда скотч сдирается просто идеально и вам ничего и вам ни за что не нужно переживать что он может потянуть за собой всю остальную краску ладно с этим разобрались дальше давайте поговорим про расход сколько нужно краски на разные классы автомобилей давайте начнем по порядку самых маленьких ну к примеру возьмем матис да да матис надо матис нам необходимо 6-7 литров жидкой резины компании дэмпинокс и 1 литр растворителя далее чуть побольше у нас класс это а и 30 на а и 30 нам необходимо 7 8 литров жидкой резины и 1 литр растворителя далее идем ну там skoda fabia до skoda fabia хэтчбэк также 78 универсал получится у нас до 10 литров лучше взять десяточку если у вас skoda fabia универсал далее идем делала нас надо у нас нужно 10 литров 10 литров жидкой резины и 1 литр растворителя бмв пятерка бмв пятерка необходимо 11-12 литров жидкой резины и 1 литр растворителя это я вам сейчас говорю расход для того чтобы у вас было максимально качественное покрытие это грубо говоря не экономия если вы может хотите сэкономить и покрасить типа тяп-ляп или там для продажи можете смело минусовать минус 30 процентов от этих чисел которые я вам сейчас говорю а так далее у нас бмв семерка на бмв семерку нам необходимо 15 литров жидкой резины и 1 литр растворителя так с седанами вроде все до разобрались дальше переходим к паркетникам и джипом давайте также по порядку до него или там suzuki джимми до 7-9 литров 7-9 литров жидкой резины 1 литр растворителя это по стандарту дальше у нас qashqai до на qashqai нужно 10-11 литров краски и 1 литр растворителя дальше у нас идет давайте возьмем чуть побольше до qashqai там raw 4 до на raw 4 нам нужно 12 литров краски и 1 литр растворителя далее у нас давайте правда там или джипс 470 на них нужно 14-15 литров жидкой резины и 1 литр растворителя ну и самые большие из этого это там тойота до 200 к или еще есть секвое хорошо для двухсотки нужно в идеале 20 литров жидкой резины и 2 литра растворителя а для секвое нужно где-то примерно 24 23 литра лучше возьмите 24 я думаю если тойота секвое решила покраситься то у хозяина по-любому должны быть на это деньги 24 литра растворителя 24 литра жидкой резины и 2 литра растворителя вот это как бы основные такие классы автомобилей да и основной расход я вам сейчас рассказал давайте теперь определимся что нужно с расходными материалами смотрите на средний седан да вы там дальше сами уже поймете больше больше вам нужно или меньше на средний седан вам необходимо два матка малярного скотча два литра растворителя один литр чтобы разбавить жидкую резину второй литр ну там помыть краскопуль до помыть руки там и так далее и того подобное и газеты и либо бумаги по заклеиваться и одеть чехлы на колеса вот при разборке как бы особо тоже машину разбирать не нужно если проще снять фары то вы их снимаете если проще их заклеить то вы их просто заклеиваете малярным скотчем так точно и фетры вот эти вот ветровички все если их просто снять если они легко снимаются снимаете если там нужно мучиться попытка выливать отверткой царапать либо там что-то поломать можно согнуть лучше блин с этим вообще не запариваетесь просто обклеиваете их все потом на мокрую расклеивайтесь и все у вас будет в порядке никуда она жидкая резина это не полезет и не начнет облазить если вы слушаетесь меня слушаетесь соблюдаете расход который вам необходим для вашего класса автомобиля тогда все будет в порядке это вам просто гарантирую давайте также еще расскажу про 30 градусную жару это понятно что там не нужно делать перерыв между слоями если вы краситесь при температуре градуса при температуре от 15 градусов и там чуть выше дата перерыв между слоями вам необходимо делать минимум 10-15 минут чтобы хорошо просох каждый слой если вы не будете соблюдать этих правил есть очень большая вероятность что жидкая резина начнет трескаться изнутри потому что вы наносите сверху еще один слой а тот внутренний слой который вы нанесли перед этим еще не высох и когда растворитель начинает испаряться он просто рвет изнутри жидкую резину и вам придется просто перекрашивать всю деталь а так друзья у меня заканчивается время а дальше следующее видео я сниму под на подобную тему еще очень много всего есть что рассказать по жидкой резине так что всем спасибо огромное за просмотр и кому что непонятно пишите комментарии я на все комментарии постараюсь ответить все комментарии читаю всех лайкаю всех люблю вас мои подписчики счастья вам здоровья не болейте подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчики всем удачи всем пока